Здравствуйте, мы пробежались немножечко по дороговому ряду с музыкальными инструментами русскими народными. Вы выделяетесь среди всех своим внешним видом, и ваши инструменты тоже выделяются внешним видом. Расскажите, пожалуйста, о каждом инструменте, который представлен на выставке. Ну, во-первых, надо сказать, что мы довольно далеко приехали сюда. Мы из Красноярского края, то есть из юга Сибири, из Саянских гор, предгорья Саян. И инструменты, которые мы делаем, мы действительно делаем их сам, они из тех же чистых таежных материалов. И это в основном разного вида дудочки, то есть свирели, сапели, разных тональностей, калюки, то есть все, что духовое. Специфические есть для вальдерских школ, есть настроенные под 432 Гц, то есть и обычные. Ну и второе, что мы привезли, это мы привезли гусли, но мы делаем не только обычные гусли, но делаем и такие, как бы, осовремененный вариант, электрические гусли со снимателем, и также акустические гусли делаем со снимателями. Ну, это основное, вот здесь на стенде вы можете видеть еще, что мы делаем, но не все мы смогли привезти, но то, что мы привезли, на этом можно играть. А скажите, а чем руководствуются, например, внешним видом вот эти гусли, они как-то похожи, на мой взгляд, на гриф гитары? Ну, как вам сказать, ну, может быть, из-за того, что калки там гитарные, да, но по сути сама функциональность инструмента, она диктует то, как он будет выглядеть и как его можно сделать. То есть попробовать его по-другому сделать, у вас не так просто это получится. И во второй, это эксперимент, это уже четвертый вариант, на котором мы остановились, то есть у нас человек просил сделать, мы начали над этим думать, разные варианты. Сделали один для себя, попробовали, ага, это надо поменять, потом это поменяли, потом сделали для человека, потом подумали, как бы сделать его, ну, вообще, такую, как бы, ну, серию, маленькую серию. Ну, вот это вот вариант, который мы будем делать в серии, как бы, и предлагать магазинам, как бы, людям, которые играют. Эти уже куплены, то есть человек уже вчера приходил, сегодня приходил, уже готов, и здесь, чтобы они не уезжали уже из Москвы. Ну, достаточно симпатично они смотрятся, вот, и необычный внешний вид, и сразу внимание привлекают, и вот у вас вон там вот стоит тоже. Такие мы делаем, они отвечают, тоже у них звукосниматель магнитный, которые мы тоже сами делаем, магнитный сниматель, их, как бы, никто вообще в мире не производит таких. Поэтому, ну, есть у нас тут некоторый такой ноу-хау, но оно сочетается с традицией. Вот то, что мы стараемся сохранить, это вот, как Иван играет, это просто дудочка, на которой играли 100, 200, 500 лет назад. То есть мы стараемся сохранить традицию, и если что-то надо добавлять от нынешней цивилизации, мы стараемся, чтобы этот не разрушал традицию. Даже эти электронные гусли, они гусли, понимаете, струны висят не без порожков, они, как бы, это гитарные, вернее, гусельные струны. Это, ну, мы меняем, что можно, как можно меньше, чтобы оставалась и традиция, и тоже новое, что люди хотят, как бы, с этим инструментом делать. Ну, то есть придерживаетесь минимальных изменений? Да, 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 мы стараемся. А кто у вас придумывает вот этот вот внешний вид, как вот приходит эта идея? Ну, как вам сказать, мастер придумывает. Могу вас познакомить с мастером, здравствуйте. Очень приятно. А как вот, вы считаете, внешний вид, внешний вид изделия влияет на... Очень. Если вы ходили, смотрели, вы, надеюсь, это заметили, что мы стараемся все-таки, чтобы это было изделие, за которое, ну, не просто не то, что не стыдно, но оно... Ну, вот сделать его лучше, ну, попробуйте сделать его лучше. Не хватит фантазии? Не, просто, ну, то есть сделать максимум возможного, чтобы это было технически, практически, ну, и технологически тоже, как бы, и лак был нормальный, и все это выглядело красиво. И это не кустарная работа, чтобы не было такого впечатления, что это делано где-нибудь там на коленках. Хотя, может, оно и делается на коленках, но оно выглядит... Ну, преподвести его, да. Нет, оно выглядит просто шикарно, как люб... Нет, нафабрика так не сделает, как делает человек, который вкладывает туда свою душу и свое умение, и оно может конкурировать с фабрикой даже по внешнему виду запросто. То есть еще от внешнего вида зависит и впечатление от того, как можно играть, полюбить инструмент, то самое. Да, да, оно важно, оно очень важно. То есть уже и потрогаешь, уже и почувствуешь, и попробуешь уже. Да, и все чувствуется теплота мастера, автора. Ну, его много в руках держали, много над ним работали, и также надут, как это. Там много ручного труда, но это чувствуется, что вы берете в руки, а он теплый. Отдается тепло. А вот, например, вот это вот, да, она без оплетки, а вот это в оплетке вот. Да, потому что это просто свирель, на которой играет, как бы, используя дырочки, да. Здесь в оплетке, это, она без дырочек, это обертонова эфилейта, по-русски она называется калюка, то есть чем сильнее дуете, тем меняется нота у вас. Интересно, интересно пощупать прям. Ну, пощупайте, попробуйте, поиграйте. Они для того здесь и стоят. В общем, очень интересно, спасибо вам большое за интервью. Можно еще вот узнать, как вас, вас в интернете найти, есть ли у вас свой сайт? У нас нет сайта, но здесь группа ВКонтакте, и здесь вот на второй стороне тут, тут вот, как бы, таежная музыкальная артель, если запишите в поисковке, найдете. Ну, у вас именно звание, как бы, тоже такое интересное. Ну, оно такое и есть, мы действительно живем в тайге, в глухой тайге. Ну, и какой логотип у вас тоже? Ну, да, ну, логотип, то... Проработан интересно, прям. Да, это очень трудно нам давался, но мы придумали его. Очень красиво, да. Много людей работало над этим логотипом, чтобы его создать. Ну, он создался. Интересно, спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо.